Так вот, собственно говоря, в натуральный размер, в натуральную величину выглядит, и даже максимально приближен к старому рисунку, вот этот образец, по которому сделана брошь. И важно, что Эрмитаж принимает этот предмет, будет представлять и демонстрировать его в залах, связанных с творчеством великого Карла Фаберже, который также имел и магазины, и мастерские свои в Киеве, на Крещатике есть тому свидетельство, это доска, на входе в пассаж там был дом, где были мастерские и магазины Фаберже. И будет демонстрироваться рядом с ещё одним важным произведением, которым обладает Эрмитаж, это дар киевского дворянства когда-то Александру Третьему. Но событие таково, что мы видим, что искусство должно, конечно же, присутствовать во многих других сферах, и одна из них – это такие яркие события, которым стала отправка в космос трёх крестов древа жизни. Ещё есть определение этому символу, как проросший и процветший посох. Это один из древнейших символов на планете, один из древнейших и в искусстве, и в культуре человечества вообще. И три креста с эмалью в византийской технике в исконно древнеславянских, древнеукраинских традициях были отправлены в космос, отправлены на том же ракеты-носителе, на котором международный экипаж в составе американца, японца, россиянина. И при участии украинской стороны был отправлен и факел Сочинской Олимпиады на ракеты-носителе, который был и разукрашен, и представлен именно как символ Сочинской Олимпиады. Пробыв 188 дней на орбите, три эти креста вместе с командиром этого экипажа Михаилом Тюрином возвратились на землю. И сегодня присутствую здесь у нас в Киеве, находится в нашем салоне, уже как символ человеческого достижения и достижения искусства на самой высокой точке. Мы планируем эту работу, еще эти три креста, заявить на рекорд Гиннеса, потому что это пока на сегодняшний день единственный ювелирный объект, побывавший на высоте 420 километров от земли и сделавший наибольшее количество витков вокруг земли. Важным также является то, что рекорд, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса, это кольцо с самым большим количеством бриллиантов, 2525 бриллиантов, по одноименному названию, также с картиной Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь», было приглашено в закрытый клуб коллекционеров и любителей Rolls-Royce. Так как сегодня Rolls-Royce сам по себе представляет уже достижение человечества, то есть это высшая и самая элитная марка автомобиля, которая уже даже носит характер не определения автомобиля, а определения эталона совершенства, технического совершенства, то очень приятно, что именно украинский предмет, украинский объект, достигший такой кульминационной позиции, ну все вы знаете, вот этот альбом посвящен специально кольцу «Царевна-Лебедь», уже приходилось раньше пересекаться, вот как раз рекорд этот, даже есть элементы такого своего рода проведения, потому что 21 июля, отмеченные в этом документе 2011 года, это был первый день правления 60-летия королевы Англии в Великой Британии. Именно в этот день начался 60-летний бриллиантовый юбилей и совпало с тем, что в этот день регистрировался перстень с бриллиантовым рекордом. Но важно, что «Царевна-Лебедь», а имя королевы Англии очень часто звучит как «Queen of Swan», «Королева лебедей» или «Queen Swan», «Королева лебедь». И английская пресса отметила вся практически одновременно появление этого кольца, этого рекорда и начало юбилея. Ну и, собственно говоря, следующим шагом последовало приглашение на Rolls-Royce, потому что это один из ключевых автомобилей, на которых также ездит королева Великой Британии. Очень важным является то, что и Украина, и наше ювелирное искусство, и современное ювелирное искусство отметились на всемирном шахматном гран-при, женский гран-при, который завершился в этом году в Шардже в Объединённых Арабских Эмиратах. И был представлен большой и малый кубок женской серии гран-при, который в себе несёт самое новое начинание в подаче кубков как таковых. Мы очень признательны Всемирной шахматной федерации ФИДы, непосредственно её руководителю Кирсану Николаевичу Ильюм Женову, за то, что он поддержал вот это современное начинание, что победитель не только держит один раз или, может быть, несколько раз в жизни в руках драгоценный приз, за который он сражался, может быть, это дело всей жизни, но он навсегда малую версию этого кубка получает в своё владение. Ну и инициативой, которую мы предложили, малый кубок ещё в себе содержит печать. Снизу это именно живая печать, которую потом победитель сможет использовать, поставив туда свою монограмму или же монограмму ФИДы. Мы предоставим фотографии чемпионки Хоу Юфань, которая многократная победительница уже женских чемпионатов мира, женской серии «Оскар», так называемой «Каиса». Ну и впервые она стала обладательницей женского гран-при. Китаянка, ну восходящая звезда, пророчит, что это новая Нонага Приндашвили, но родом из Китая. Очень важным является ещё также событие. Мы финализировались уже спустя несколько лет в завершении работы. Это шахматы. Это самый уникальный в мире на сегодняшний день современный объект, шахматный набор. Называется этот комплект шахмат «Боспорские походы». Здесь очень важно, что есть историческое событие, когда Украина сражалась с Турцией в акватории Чёрного моря. Но очень важно, что этот шахматный комплект содержит в себе несколько мировых достижений. Одно из них – это первый в мире комплект, где нефритовое поле является цельно-нефритовым. Это один из самых сложных минералов в мире, и добиться вот этой абсолютной полировки этого минерала практически невозможно. Здесь применена мозаика из тигрового соколиного глаза украинского происхождения. Это впервые применена такая мозаика. И здесь приведен электромеханический привод, представлен в этой работе. Я покажу. То есть это первые в мире электромеханические шахматы. Применено ряд новейших и электронных обстоятельств, в том числе защитная система, которая не позволяет, масса в 42 килограмма движется, не позволяет повредить пальцы человека, который где-то был неосторожен. Но ещё очень важно в этих шахматах, то, что мы видим снаружи, здесь книга истории, колесо истории. И это первый в мире шахматный набор, где сюжет, находящийся на шахматном поле, сюжет, находящийся на шахматном поле, и сюжет, образ стола с этой книгой и колесом, связаны между собой. Ну, можно отметить, что это привело к прецеденту, что один ещё украинский мастер тоже затеял такую же работу. Но есть очень важный момент, то, что 31 января, Всемирный день ювелира, в самом начале года, мы завершили... Прошу прощения. Если будет возможность это отметить, здесь, что касательно шахмат, то Чес Коллектор Интернешнл, это международная ассоциация шахмат, федерация коллекционеров шахмат, пригласила эти шахматы в этом году в Нью-Йорк на 30-летний юбилей её основания, и поддержана эта акция была нашим посольством Украины в ООН. Очень важно, что ведущие коллекционеры шахмат в мире, это, в общем-то, очень состоятельные люди. Один из них недавно пригласил нас также в Детройт к себе, там, где его вотчина, родина. И мы пересеклись даже с одним из президентов Соединённых Штатов Америки. Но важно, что Джордж Дин, вот здесь он на этой фотографии, он является коллекционером шахмат номер один в мире. И мы говорим о том, что сегодня ведутся особые переговоры о том, чтобы совместно представить эти шахматы в ООН, представить в Метрополитен-музее и в Эрмитаже. Ну и в дальнейшем мы планируем, что эти шахматы станут частью одной из самых знаменитых в мире коллекций. Юрий Анатольевич Сергеев, наш посол, постоянный представитель Украины при ООН, сделал также предложение, которое было поддержано Международной ассоциацией коллекционеров, чтобы следующий съезд коллекционеров прошёл на территории ООН и под гидой именно Украины, где этот шахматный набор будет представлять собой одну из ключевых работ современного ювелирного и технического искусства и мастерства. И я начал говорить, возвращаясь, то есть в этом году на Всемирный день ювелира мы провели конкурс, вернее, был финал 31 января конкурса классического ювелирного искусства. Мы провели финал мирового конкурса классического ювелирного искусства 21 века, то есть где мы в самом названии установили один единственный критерий, чтобы не ограничивать творчество людей, то есть нужно было в этом конкурсе победить в двух обстоятельствах. Это показать классическое ювелирное искусство в своей работе и показать 21 век в этой же работе. То есть те победители, которые оказались, имели право получить денежное вознаграждение и общий фонд конкурса составил полтора миллиона гривен. Победители, к сожалению, не занял никто первое место, но были третье и второе места. И в общей сложности этот конкурс вызвал колоссальный резонанс. Мы планируем, что в следующем году мы его продолжим. Конечно же, очень часто задаётся нам вопрос, что сегодня непростые времена переживает Украина, наше государство. То есть мы решили поступить таким образом. Есть знаменитое выражение, когда говорят пушки, музы молчат. Мы решили всё-таки перекроить традиционно для нас зачастую стереотипные вещи. И мы хотим добиться состояния, когда говорят, музы должны замолчать пушки. И мы сейчас на этой пресс-конференции впервые заявляем о том, что хотим создать драгоценную награду, может быть, одной из самых дорогих в мире, которую мы хотим вручить либо тому человеку, либо той группе единомышленников, людей, которые смогут прекратить войну в Украине. И тот человек или та группа людей, которые смогут добиться того, чтобы перестали гибнуть люди, потому что самая драгоценная награда, которая существует в мире, это жизнь человека. И мы хотим именно этой наградой стимулировать, отметить, то есть мы хотим подчеркнуть, что эта награда достанется впервые этому человеку, который прекратит войну в Украине. Не исключено, что эта награда сможет приобрести еще больше, более широкий мировой резонанс и сможет вручаться при любых других обстоятельствах, где люди, добившиеся остановки войны, остановки гибели людей, которые живут на планете Земля, жизнь которым дает мир, дает Бог, что самое ценное – это жизнь человека, чтобы люди прекратили убивать друг друга. И мы хотим сделать такой шаг, чтобы искусство в этом играло одну из ключевых ролей. Ну, пришло, наверное, время вопросов. Прошу. Александр Греевич, Кавниан. Там даже несколько вопросов, но мы будем вам задавать их. Давайте начнем с конца, так сказать. Вот по поводу награды для того, кто прекратит войну в Украине. То есть это уже есть какие-то там, то есть начало работ, эскизы, да, наверное? Я просто не знаю, как правильно Юлия Вилеров называется. То есть эскизы уже начались какие-то там зарисовываться? Или уже дело идет к созданию самой награды? По поводу эскизов. Мы создаем эскизы и макеты. Мы сейчас работаем над этим. Но мы предполагаем, что вполне возможно, участие будет более широкое, чем только наши художники. И, возможно, это будет небольшой, но очень такой четкий конкурс. В первую очередь, все-таки мы представляем собой современное ювелирное искусство 21 века. И мы хотим показать, что это не роскошь. А это как раз те материалы, которые выдерживают испытания временем. И это те материалы, которые позволят нам создать награду, которая будет и через 100 лет, и через 500, и через 1000 лет. Такой же, какой мы ее видим сегодня. И не исключено, что и через 500, и через 1000 лет она будет нести ту же функцию на себе. То есть функцию спасения человечества как такового и человека в целом. То есть каждый человек и народы все важны здесь. И, к сожалению, человечество уже очень много за многие столетия понесло жертв. Возможно, искусство будет способствовать к его прекращению. Поэтому драгоценная жизнь должна быть отражена в драгоценной награде. Спасибо. А еще такой вопрос по поводу драгоценностей, которые были отправлены в космос. Кристы, если я не ошибаюсь. До того, как их отправили в космос, надо же было какие-то разрешительные ряд процессов проходить? Правильно? Да. На самом деле, действительно, потребовалась разрешительная система. Во-первых, в этом мероприятии принимало 4 космических агентства. Это Аэрокосмическое агентство Украины, это Аэрокосмическое агентство России, Японии и Соединенных Штатов Америки. И это был такой объединяющий момент, достаточно важным. Но так как ракетоноситель был российский, то нам пришлось оформлять все документы. Тут, в том числе, когда отправляются такие предметы, их на токсичность проверяют, на многие другие аспекты. И важно, что он прошел это. Даже один из документов летал, который отмечается в космосе, непосредственно ставится подпись. То даже эта бумага, она же проходит это. Но, я вам скажу, стечение обстоятельств привели к тому, что эти три древа жизни, крест, символ древа жизни или процветший посох, должны были еще улететь в мае прошлого года. Но там возникла какая-то заминка, вот потребовался еще какой-то очередной документ. Пока мы его оформляли, этот борт улетел. Ну, мы где-то даже опечалились, а когда нам осенью дали зеленую улицу, сказали, вот это полетит на ракетоносители, которые несет сочинский факел, факел Олимпиады, факел мира, мирных состязаний, мирного огня этого, а мы еще и создаем лампады для благодатного огня, мы посчитали, что это божье проведение. Ну, значит, и хорошо, что были вот эти дополнительные оформления документов. Я тогда еще... Хорошо, тогда у меня еще буквально парочку вопросов по поводу кубка, который шахматистам. Один передается, и один остается у шахматиста на память. То есть, там же, если будут проводиться еще вот эти соревнования, то есть, маленький кубок надо будет же дополнительно делать еще для другого, да, выигрывающего? Хорошо. То есть, ну, это постоянно, на постоянной основе? Да, да. Ну, мы выступили с такой инициативой, малый кубок вручается единожды. Если человек выиграет 10 раз, он может 10 раз на нем написать свое имя, то есть, отметить это в той же печати, да, то есть, гравировкой можно нанести на сам кубок. Вот. Но важным является то, что это подспудно ведет к тому, что рано или поздно какая-то из таких работ может оказаться на каком-нибудь, допустим, аукционе. Там, Сотби или Кристи, или каком-то музейном аукционе, благотворительном же, опять же, аукционе, где, опять же, кто-то, может быть, будет бороться за прекращение войны и прекращение гибели людей, то именно количество побед может увеличивать стоимость такой работы. Та же Хуи Фань, например, когда-нибудь захочет где-нибудь, или, может быть, ее потом, да, представить эту работу на аукцион. Но мы не знаем, сколько заплатят те же китайские мультимиллионеры за эту работу. И, может быть, она повлияет на определение ценности вообще многих кубков и вообще, может быть, во всем мире, во всем спорте от бутафорских наград, да, которые сегодня из самых каких-то дешевых материалов выполняются, превратятся в особую награду, да. Мы сейчас хотим несколько еще показать фотографий, потому что и Rolls-Royce, который праздновал 90-летие вот этой модели Phantom, вот, я как раз с этой стороны Phantom, здесь маленькая фотография, вот. Это особый клуб, который приглашает разные компании, которые действительно являются, по их мнению, достижением на планете Земля. Здесь нам предоставили бесплатный разворот в этом альбоме. Мы хотели даже добавить еще несколько наших суперобъектов, в том числе и кубки, вот. Вот, но компания Rolls-Royce даже за деньги не предоставляет больше, вернее, клуб любителей Rolls-Royce за деньги не предоставляет больше таких разворотов. То есть это можно только заслужить, нельзя купить. Вот, и очень важно, что Украина отмечена сегодня в этом престижном списке.